Приветствую вас! Я думаю, что однозначно не стоит терять друзей, потому что потерять друзей очень легко, а вот как-то заново наладить отношения с ними весьма проблематично, поэтому то, что вы сделали, и то, что сделал ваш друг, это, ну я бы сказал, это нормальное поведение, нормальное поведение людей, которые, ну вы знаете, таких молодых людей, людей, которые такие горячие, такие импульсивные немножечко, и, в общем-то, людей, которые, ну, по сути дела, не точно думают только о себе, нет, я бы не сказал, что прямо только о себе думать, но тем не менее. А ваш друг, он знает, что вы уходите в армию, он этого не может не знать, и его это не может не волновать, просто вы уходите в армию. Вот, я не знаю, поверите мне вы, или не поверите вы мне, но тем не менее, это совершенно очевидно. Ваш друг знает, что вы уходите в армию, и он переживает так же, как вы. Но если вам нужно проводить больше времени с ним, то другу нужно что-то другое. Если вам нужно проводить больше времени с другом, именно с другом, то вашему другу, скорее всего, легче, наоборот, без вас, потому что он знает, что вас будет в армии, и, то есть, вы будете в армии, и ему придется быть без вас. А это, ну, это, видимо, для него тоже достаточно тяжело, иначе он не перестал бы с вами общаться. То есть, я хочу, чтобы вы вот это поняли. Хочу, чтобы вы вот это осознали, что вашему другу тяжело. Просто каждый из людей, любой человек, просто по-своему, по-разному переживает конфликт. Но по-своему, по-разному пытается найти в нем какой-то выход в этом самом конфликте. И чем лучше, тем быстрее, чем полнее вы примете для себя вот этот момент, тем лучше будет для вас. То есть, поймите, что ваш друг тоже переживает. Поймите, что вашему другу очень тяжело. Поймите, что любой человек индивидуально проявляет свои какие-то тревожные поведенческие нормы. И ваш друг проявляет себя именно таким образом. И поделать с этим лично вы ничего не можете. Но вы, если позвоните ему, если вы свяжетесь с ним, если вы пойдете на примирение, это будет поступок мужчины. Это будет правильный поступок, это будет верный поступок. И этим вы себя не унивите, а напротив, вы этим покажете, что человек вам дорог, и что вы не хотите с ним ссориться, не хотите с ним ругаться и так далее. Но не нужно ожидать, что друг ваш как-то свое поведение поменяет, не нужно думать, что ваш друг как-то сможет себя иначе вести. Скорее всего, он постарается быть к вам ближе, скорее всего, он постарается проявлять себя немножечко лучше по отношению к вам. Но, к сожалению, все же, скорее всего, ему будет тяжело, потому что он будет замыкаться в себе, так же, как и раньше. Тот, ну, кажется, как по словам, переживает это и все. Другое дело, что вопрос, который я вам хочу задать, вопрос, на мой взгляд, весьма важный. Это, почему вы так сильно зависите от друга? Почему у вас единственный друг? Вот вы говорите, что у вас единственный друг у друга. Знаете, да, друзей не может быть много, но у вас единственный один друг, причем, что вы от него явно зависите. В чем вы зависите от друга, почему вы зависите от друга, почему вы так сильно боитесь и так болезненно реагируете на то, что он от вас отдаляется, например. Вот на этот вопрос можно ответить, чтобы проработать вашу потребностную сферу, и чтобы в этой потребностной сфере мы смогли бы найти то, что вы удовлетворяете за счет своего друга, и тем самым стали бы от него менее независимым, дабы не было таких вот ситуаций, которые у вас есть сейчас. Ибо они на самом деле довольно негативно влияют на отношения между людьми. Но это уже по вашему желанию. Хотите поработать, поработаем. Если не хотите, ну, что ж, тогда делайте то, что задумали. Поверьте, это хороший, правильный, благородный, мудрственный поступок. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам.